Приветствую всех на канале подписчиков, случайных зрителей. Возможно кто-то конечно уже видел эти 2 гривны 2018 года, которые якобы не магнитные. Эти фото мне по-моему тоже кто-то вайбер скидывал, то ли еще куда-то. Монета долгая эта висела телепалося на нью аукционе и я так понимаю насколько видно из переписки, что человеку ее все-таки продали. Ну тут трудный вопрос и может быть даже спорный этот человек является продавцом либо покупателем, но судя по комментариям больше всего что действительно человек ее просто-напросто купил и попал немножко на деньги. Здесь у нас 2 гривны 2018 года. Видно что вес 4,8 грамма это больше понятно же на 0,8 грамма почти на грамм и это должно уже как-то немножко смутить. Плюс внешний вид монеты имеет что-то похожее на те 5 копеек которые я показывал ранее. Тут точно такое же литье как в принципе и здесь. Но сделаны 2 гривны чуть получше. По поиску вроде бы это у нас монета 2 появилась чуть раньше чем 5 копеек, хотя может кто-то и старался. Здесь сделано немножко получше, хотя видно небольшие выкрапления металла. Из-за того, что видно форма то ли не разгретая была, то ли какой-то получил все-таки дефект. Но все равно монета сделана довольно таки неплохо. имеет вид очень сносный, даже немножко я бы сказал бы изображение более рельефное, чем в оригинале и смотрится довольно таки классно. Ну по толщине видно, что она немножечко мне кажется толще идет визуально. Ну а по цветовой гамме мне иногда 2 гривны такие серенькие попадаются. Понятно же, что они магнитные, просто окислилась монета. побывала в обиходе. Прочувствовала все радости жизни. И иногда люди также скидывают, что они вот какие-то серенькие, может там другой металл. Но ребята, у нас металл самый обычный. Стальной лист покрытый тонким слоем металла. Из-за этого она пока еще живет. Встречаются конечно довольно часто побитые монеты. Ему сразу предложили провести по бумаге и видно же, что свинцово-оловьяный сплав. Он так грязную дорожку оставляет и поэтому в принципе заметно. Вот даже есть сравнение с 5 гривеной. 5 гривеной вот слегка видный след, а здесь вот полностью темный след. Насчет этой монеты. Он выставил ее на продажу. Монета в принципе вчера ушла за 32 гривны. Ну как сувенир в принципе может кому-то будет и интересно. Потому что эти 2 гривны висели за 2 гривны очень довольно длительное время. И вчера их под вечер купили. Как сувенир понятно же за 32 гривны. Но человек ранее отписался, что была все-таки продажа за полторы тысячи гривен ему именно этой монеты. Нашел я конечно же и эту монету на нью-аукционе. По-моему она тогда и висела. Человек-продавец торгует всякими как сказать такими рариками. Рядовыми монетами, рариками. Ну а также я здесь видел проскакивала 1 гривна 95 года с вот таким вот красивым случайным крупным гуртом. Ну такое уже чудо я где-то проскакивала. чудо чудесное. Ну а эта монета как по классике жанра, как все пишут и отвечают, была найдена в обиходе. Она получена на сдачу. Ну ребята, думать конечно каждому. Желательно конечно на такие авантюры не идти. Ибо тут даже по фото видно, что монета имеет какой-то очень странный вид. Вес конечно не указывает. Капсула конечно же ценность очень и очень сильно конкретно добавляет. Гурт здесь сделанный чуть получше. Ибо в пятаке был довольно таки сильный наплыв. Видно немножечко проработали технологию. И особо не видно разницы с обычной рядовой 2 гривенной монетой. Так что ребята, вот такая интересная информация для раздумий. Не попадайтесь на такие чудеса. И всем крепкого здоровья. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok